МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большинство семей потратили их на улучшение жилищных условий, образование детей и на накопительную пенсию мамы. Сегодня размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Чтобы его получить, нужно подать заявление в пенсионный фонд или во многофункциональный центр. В Кинозерии завершилась Международная летняя климатическая школа. Она работала в рамках проекта «Просто Виэн». Его суть – перевод отдаленных населенных пунктов на возобновляемые источники электроэнергии. И первой из них стала деревня Зихнова, что в Кинозерском национальном парке. Там на одном из деревянных домов установили солнечные батареи, рассказывает Алексей Шемякин. 20 минут на катере, и вы в деревне Зихнова. Постоянно здесь живет 4 человека. Летом больше. Приезжают на каникулы и в отпуск дачники. Одна беда – зачастую в деревне не бывает света. На линии электропередач происходят обрывы, и жители по нескольку недель могут жить без электричества. Между тем, Зихнова – один из туристических центров Кинозерского парка. Поэтому не случайно именно эта удаленная деревня выбрана пилотной для воплощения проекта по установке солнечных батарей. На одном из домов их уже установили. Фотоэлектрические модули, они вырабатывают электрические, ну, по действиям света, неважно есть солнце или нету, они вырабатывают электроэнергию. Она передается на инвертор. С инвертора она поступает на аккумуляторы, аккумуляторы будут заряжаться. И потом они при необходимости разряжаются и отдают энергию на потребление. Климатическая школа международная. Среди участников – представители России, Норвегии, Финляндии, даже Индонезии. Арвью Кваны у себя на родине занимается проблемами теплоэнергетики. Очень важно обеспечивать такие удаленные деревни энергии. Мы с удовольствием принимаем участие в таком проекте. В Норвегии тоже продвигают такие проекты. В некоторых домах установлены солнечные батареи, но пока у нас не очень популярны возобновляемые источники энергии. Переход на возобновляемые источники энергии – это уже общий мировой тренд, который в будущем должен полностью вытеснить мазут и уголь. Кинозерский парк давно встал на путь инноваций. В одном из домов была сделана уникальная печь, которая в три раза снижает расход дров. Поэтому проект организации ЭТОС в Кинозере поддержали. Солнечные панели мы устанавливаем в труднодоступных местах, где или нет электричества, или электроснабжение неустойчивое. И они себя очень хорошо зарекомендовали даже в условиях севера. Мы ищем разные способы экологизировать производство энергии на нашей территории. И как раз альтернативные источники энергии нам в этом очень помогают. Солнечные батареи на деревянных домах – не единственный проект эколога. В планах установить и витриные источники энергии. Мы решили в рамках нашего проекта провести летнюю школу, чтобы, кроме того, чтобы установить панели, солнечные панели, первое оборудование, которое мы здесь устанавливаем, также немножко просветить ребят по поводу изменения климата и по поводу возможности возобновляемой энергетики. Ребята не только слушают лекцию о пользе солнечных батарей в душных избах, но и конкретно помогают Кенозерскому национальному парку. В данном случае они убирают мох с крыши и косят траву вокруг одного из уникальнейших памятников 18 века. В следующем году ребята планируют продолжить проект уже в других деревнях Кенозерского парка. А все свои исследования из этой экспедиции передадут ученым для глубокого изучения и анализа. Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Плесецкий район. В Архангельске в разгаре кормозаготовительная компания. Неблагоприятные погодные условия значительно сдвинули сроки заготовки сена и силосом. Поэтому теперь в хозяйствах работают практически круглосуточно. Погода отразилась на деятельности Холмогорского племзавода. В этом году заготовку кормов там начали только 7 июля. Поэтому механизаторы работают в три смены. Напряженной остается обстановка в Красноборском, Устьянском, Котловском, Вельском и Велиготском районах. Там в июне-июля выпала двойная норма осадков. Поэтому на полях очень сыро. Не везде есть возможность начать заготовку кормов. А сейчас отправимся в село Барок Виноградовского района. И заглянем в гости к удивительному человеку, ввиняя Мину Скороходову. 40 лет он выполнал задание государственной важности работы на Севмаше. Но выйдя на пенсию, открыл в себе уникальные в наше время способности. Репортаж Артемия Заварзина. Его дом в селе знает каждый и запомнит любой, кто увидит. Яркий фасад, наличники с узорами, деревянный конь на крыше. Одним словом, добро пожаловать в сказку. Но даже чтобы войти, проходим особый ритуал. Судовая рында в поместье Вениамина Скороходова не случайна. 40 лет на Севмаше. Участие в спуске на воду 65 атомных подлодок. Но тяжелые металлы сменились на легкие деревянные бруски, дрели и лобзики. После выхода на пенсию переехали с супругой в родительский дом. И тут перезагрузка, благодаря родственникам жены. У меня все братья больше 100 килограмм. Такие дровики. А я шкелет был 60 килограмм. Я так возмущался, думаю, а так я буду в шкафы ходить, а я буду где-то что-то делать. Я 7 лет сюда не ездил. Вот в 73-80 год не ездил. А потом думаю, лет в спортивном интересе, давай начнем. И так потихоньку начал плотничать, все стало получаться. И так получилось, что от старого дома остались только стены. Когда 30 лет назад Вениамин Васильевич начинал мастерить, материал стоил в 100 раз дешевле. Потому все комнаты смог обшить осиной, а мебель, кровати и столы сделаны собственноручно из лиственницы. Все, что красное, это все лиственница. Да, ну сколько, недели две я делал вот эту вещь. Кровать тоже делал недели две. Посмотри, какая красивая лиственница, да? Это я в прошлый год делал в сентябре. Печное дерево. Это сосна, это лиственница. И так чередуется. 41 кровать, 58 табуретов и 28 пуфиков. Таков результат мастеровой деятельности Вениамина Скороходова. Но дома остается только десятая часть всех изделий. Родственникам, друзьям, коллегам, северный умелец помогает в первую очередь. И, конечно, односельчанам. Безвозмездно. Одному пирогову Володе у них случился пожар. Мы семь кроватей им делали. Семь кроватей делали. Потому что спать-то надо, семья большая. В канун 80-летнего, сразу и не скажешь, юбилея, Вениамин Скороходов не думает об отдыхе. Поет в хоре, играет на аккордеоне и не забывает о домашней мастерской. Все просто. Готовит сани летом. Вернее, лыжи. Собственного производства. Артемий Заварзин, Евгений Зыков. Архангельское телевидение. Виноградовский район. Мы продолжим знакомить вас с новостями региона в 16 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова